Солана и Мавка. И сегодня Олег нам расскажет более подробно о методе деконструкции проектов. Безусловно, это очень важно при начале разработки, будь то игры или любого другого продукта. Передаю тебе слово. Отличного доклада. Раз. О, слышно. Идеально слышно. Всем привет. Обычно мой стандартный вопрос, так как я, получается, из смежной индустрии заниматься больше и больше занимаюсь большими анимационными проектами. Мы пытаемся конкурировать вот с ними. Понятно, что еще далеко, но в принципе у нас, получается, самые высокие бюджеты в стране в плане анимационного и киношного контента. И мы на гребне волны, получается, на пике попытки конкурировать с международным анимационным рынком. Сегодня я бы хотел рассказать один принцип, который работает в любой индустрии. Я его сам практически впервые услышал от кино продюсера и режиссера, преподавателя Лос-Анджелинской киноакадемии, Марка Трэвиса, который на курсе по кинорежиссури. Принцип заключается в том, что вы изучаете то, как сделали ваши конкуренты, свой продукт. Потому что все практически сталкиваются… Здесь вопрос, кто… Я немножко отвлекусь, потому что я люблю задавать этот вопрос. Кто здесь аниматоры? Кто анимацией занимается? Кто продюсер игровой? Ах, такие еще есть смежные… Вот геймдизайнеры. Вот, наверное, возможно, для вас тоже это будет интересно, потому что здесь это параллель. То есть вы для себя о гейминдустрии не услышите. Но сам принцип позволил мне очень много избежать ошибок, когда мы заходим на проект, который длится 5-6 лет, и ты стартуешь, не зная, в каком рынке ты будешь выходить и с какими конкурентами ты встретишься. То необходимо вырабатывать навык, который отчасти, наверное, можно назвать визионерским. Вы должны предсказать для себя, кто рядом с вами будет выходить в тот год на премьере, например, у нас, когда мы выходим в кинотеатрах, с кем мы встретимся, какой уровень индустрии будет в тот момент. То есть работать всегда аналитически наперед. И этот принцип позволяет… В принципе, работает, если у вас есть хорошо выработанный навык, гендизайнеров это, в принципе, обязательно, у режиссеров обязательно, те, кто сталкивается с драматургией, обязательно, нахождение причинно-следственных связей. Откуда, что и почему? Потому что я думаю, что… Ну, у меня это часто всегда, когда мы выходим с семьей после просмотра мультфильмов Пиксара или Диснея, я ощущаю подавленность, потому что я понимаю, что нам еще копать и копать. Нам нужно где-то найти столько денег, где-то найти таких специалистов. Купить мы их там не можем, сюда привезти в Украину. Пока что бюджеты не позволяют. И там в течение всей дороги домой, в транспорте, сидишь и думаешь, и что теперь делать? Уходить из индустрии? Потому что догнать их, ну, ты понимаешь, что прям нет у тебя мыслей. И это очень хорошая ситуация, когда вы, например, разрабатываете более простую игру или хотите сделать. Все мы, творцы, мы пытаемся самореализоваться, чтобы почувствовать, что я молодец, я сделал вот что-то крутое, чтобы все вокруг сказали «Ай да, крутой». Это наша потребность всего по психологии. И когда мы понимаем, что рядом выходит «Аркейн» на Нетфликсе, и ты понимаешь, что тебе, чтобы сделать то же самое, нужно опять пять лет, а через пять лет выйдет что-то еще более крутое. И вот тут, казалось бы, решения как такового нет. И ты постоянно вынужден как бы смиряться с тем, что да, ты второй, ты третий, ты четвертый, первым тебе быть не получится. Это нереально. Не тот рынок, не та история, не то образование, не те возможности, не понимая, что делать. И тут мы как раз вот входим в состояние, как решить этот вопрос. Этот принцип помогает решить этот вопрос, потому что вы исследуете результаты работы ваших конкурентов, пытаясь понять мышление тех людей, которые идут первыми. это похоже на том, когда вы участвуете в Олимпийских играх, и вы в эти четыре года, например, проиграли и стали четвертым, пятым, и все четыре года вы исследуете, как второй, третий и первый смогли так пробежать. Какие были инструменты, какие были технологии у них в спорте, у нас в гейминдустрии и в анимации, какие были методики, почему их креатив оказался лучше, почему они нашли решение более новое. Практически вот двери в неограниченные исследования для меня открыл Спайдермен. Кто видел? Практически все. Вот это пример, когда до выхода него был Pixar Disney, который очень красиво делали на массовый рынок прекрасный рендер, все было идеально, и там уходил Disney потихоньку в реализм, если вы смотрели второй Frozen, там только голову на человеческую заменить, и все будет реалистично, весь лук уже все, кино. Marvel практически тоже голову поменял, будет мультик. Только головы остались, потому что уже и костюмы 3D, все практически там анимация, в большей мере. Лица уже практически меняют без проблем. Deepfake позволяет абсолютно четко это сделать, и на дальней дистанции даже хорошо, прекрасно смотрится. Уже и на ближней хорошо. И вот эти вот, когда появился Спайдермен, он открыл в 3D-анимации отдельные двери, которые, казалось бы, эти двери где-то пока можно было увидеть, намек на эти двери, вот типа они где-то есть. На фестивалях, потому что были режиссеры и проекты студии, которые экспериментировали с таким луком и с такой анимацией. Они делали что-то оригинальное. Но когда появился Спайдермен, они открыли для 3D-анимации целое такое направление, отдельный космос, еще одну вселенную. Как в Человеке-пауке они сделали пять вселенных параллельно. И сейчас второй фильм, это практически вселенная девочки. Они туда Спайдермена Майлса отправляют. У них еще пять, тут как минимум пять серий можно снимать. То есть вы думаете, что вы играете на этом поле, смотрите, а тут еще пять полей. И вы можете там играть. Вот это практически достигается путем деконструкции. Я думаю, что когда они делали вот фильм за фильмом, те же Sony, выпускали классику, выпускали отель Трансильвания, выпускали классические рендеры и все остальное, они смотрели на эти двери у фестивальных фильмов. Потому что в фестивалях там есть эксперименты, которые никогда не окупятся на массовой аудитории в кинотеатрах. Но там есть решения, которые при правильном применении позволили сделать Спайдермен. Спайдермен, по сути, это использование оригинального цвета, это использование принципов 2D-анимации японской и абсолютно чистый, прям использование вплоть до брака и строба, которые встречаются в 2D-анимации, в 3D-шке. Анимация на блокине, которую никто как бы, ну как бы были эксперименты, но почему? Как можно отказаться от Сплайна? Можно. И то же самое в монтаже, то же самое в решениях визуальных, то же самое в композициях, в использовании очень экспериментальных киношных способов старителлинга. Плюс замудрились туда еще и комиксы по 5-6 кадров, а то и по 10 вклеивать параллельно в монтаже. И это сработало. Альберто Мельго очень хорошо начал строить эту структуру очень давно. И я бы хотел, чтобы мы сейчас посмотрели материал. Сюда, sorry. Вот. Вот этот шот и посмотрели видео. То, с чего начинался Спайдермен. Как эта история рассказывалась еще, тестовые аниматики. Сейчас здесь. Текст. Дают возможность прочитать текст. Да. Нет, есть. Пошло. Можно еще раз Плей? Попробовать. Можете попробовать промотать, если там возможность есть на плеере. Не хочет? Давайте пока он запустится, я буду дальше говорить, чтобы не тратить времени. Есть. Пошла. Дальше. Есть. Все. Все. То есть вы видите, что они экспериментировали, и они даже пытались переэстимировать свой фильм, потому что по стандартной схеме они не могли посчитать, сколько это будет стоить. Они экспериментировали во всем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это прекрасный пример. Я здесь лучше примера не нашел. Увидеть эволюцию как от видения Альберта Мейелга для взрослой аудитории больше проекта. Первая версия. Очень четко сформировано его видение. Его четкое, оно более драматичное, более грустное, более трагичное в самой сути, потому что и музыка даже используется правильно. Но при этом вы получаете ту аудиторию, которой это нравится, которая, в принципе, фаталистично смотрит на мир и, может быть, обесценивает какие-либо попытки выжить, все равно все помрем. И теряете тех, кто еще верит в себя, любит немножко повеселиться, любит посмеяться и хочет немножко легче жить в этой жизни, потому что он смотрит на этих фаталистов и говорит, не, 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 я так не хочу. Я не похож на Гота, мне в этой ситуации, сори, если кого-то, возможно, кто-то Гот и кого-то обидел. Но это разные выборы жизненные. И получая одну аудиторию, фокусируясь на одной аудитории, мы теряем других. Я это пережил, когда мы делали Руслану и Людмилу, и у нас в креативной команде все мальчики, одна девочка, линейный продюсер, а у нас фильм называется «Украденная принцесса». И мне повезло, потому что у меня три девочки, и я понимаю эту аудиторию. И мне приходилось с пеной у рта объяснять, что, ребята, 17 погоний драк – это не для девочек. Но я не смог всю креативную команду тогда переубедить настолько. Но когда это нам сказали американцы, что у вас мало роли девочки в фильме, мы добавили эпизод с пироженками, который просто все девочки полюбили сразу. Идеально просто, один в один, что-то, хоть что-то дали. Потому что до этого барышню просто украли, отправили, и она сидит, ждет. Хорошая жизненная позиция и хороший жизненный сценарий. Как-то отождествить себя половиной, уже сейчас это не модно. И так же самое вот мы не получаем часто широкую аудиторию и успех по нескольким причинам. Мы не знаем, с кем мы встретимся, когда выйдем на рынок. И мы думаем, что то, что интересно нам, интересно всем. Это большие две проблемы. Со второй можно справиться. Просто фокус-группы и изучение психологии той аудитории, в которой вы работаете. Недавно я проводил курс внутри компании в Дженезисе по развитию анимационного их подразделения. И был очень показательный пример такой, как изучить тех, для кого вы делаете кино. Они делают ролики для женской аудитории. И там в истории девочка девочке красит ногти. Повторюсь еще раз, у меня три девочки, младшая занимается нейл-дизайном. Я знаю об этом почти все. Какие слои, сколько, и чтобы это хорошо. Сколько оборудования надо на все это дело, чтобы это реализовать. Но анимировал парень. И в результате он ногти красит. Я говорю, если бы так вот в салоне кто-то красил бы, заказчик бы уже все озверил бы, больше никогда бы еще и в Фейсбуке написал бы такую статью, что так делать нельзя. И после легкого изучения это была самая лучшая сцена в ролике. Она настолько притягивала девочек, все так классно, идеально просто. Мы исследуем нашу аудиторию. Но если эти базовые вещи мы все делаем, то когда мы видим вот это, что еще момент, когда мы начинаем исследовать наших конкурентов, в основном в чем их преимущество? Есть уже образовательная база, есть методология, и есть исследовательские данные. Если говорить о художественном искусстве как таковом, то рисунок, живопись существуют столетиями. Кино и анимация существуют там больше 100 лет, но анимации практически там 100 лет. Гейминдустрия еще короче рынок, еще короче история. Соответственно, не сформировалась еще исследовательская база, откуда мы идем и куда мы придем. Появляется следующий ориентир, и мы все бежим, думая, что мы туда первыми прибежим. При долгом исследовательском опыте появляется правильная аналитика, что будет за этим шагом, какой будет следующий год, какой будет через два года, через три, через четыре. Я думаю, Дисней и Сони, они прогнозируют на 10, 15, 20 лет. С разной степенью вероятности. По-другому невозможно, потому что у них один фильм занимает пять лет, а у них пропланируются линейки. «Спайдермен» — это шесть миров. «Аватар», чтобы выйти два фильма, шесть лет подготовки. То есть пять, десять, двенадцать лет прогнозирования — это норма при аналитике. Как можно их понять? Для этого мы можем разбирать, что они делали пять, шесть лет. Потому что «Спайдермен» начинался с чего? Сценария. Еще раньше мы возьмем с идеи. Почему такая должна была? Почему такое должно быть в кино? Но исходя из того фильма, который мы увидели в кинотеатрах, мы можем взять исходник, тот, который они сделали. Так же самое, как в гейминдустрии вы можете взять игру и попробовать для себя на столе, знаете, как делают Шерлок Холмс, начинал это, можно сказать, так, и все великие аналитики, а дальше вот в полиции раскладывают это все на большой-большой доске и отыграть весь сценарий обратно. В этом и заключается метод деконструкции. Чтобы вы не получали на руки, как крутое произведение, очень важно понять процесс, как они дошли к этому, почему они мыслили немножко по-другому, как они писали сценарий Спайдермена. Потому что там, вот почему я Спайдермен привожу, потому что там в сценарии, опять же, огромнейший прорыв. Заложить пять визуальных культур, заложить пять анимационных стилистик, все это замешать на смешении комиксов и диких просто... Если бы сразу концепты мне, как режиссеру, показали вот такого цвета, я сказал бы, что у зрителей потекут кровавые слезы, и мы закончим на первом просмотре, все. Но оказалось, когда я сижу в кинотеатре, 10 минут, мои глаза адаптируются, и я заряжаюсь от этого цвета. Кто-то к этому выводу пришел, кто-то это для себя решил поэкспериментировать, провел, я думаю, исследования даже, уже научные, и получил результат, что там на 10-й минуте, на 15-й зритель такое смотрит и не умирает. Понятно, что за это практически дали кучу наград. Они практически взяли Оскар, и я бы дал бы, ну, здесь в моменты все еще больше наград, потому что здесь гениальность на каждом процессе. И это открытие, опять же, для индустрии. В каждом процессе новый этап исследований, потому что они только открыли двери. Можно рисованные текстуры. Аркейн это просто проабродировал. Взяли, убрали линию, добавили очень шикарный арт, текстурированный на лицах, и смотрятся прекрасно. После этого у них появились Митчелсы, где они пошли в тему видеомонтажа и блогинга, и стянули туда мемчиков и трендов в огромном количестве. Это все, в принципе, здесь, когда вот я общаюсь сейчас, я являюсь консультантом анимационным в Воки Геймс, и я понимаю, что наши индустрии, чем дальше, тем больше пересекаются. Потому что даже при продаже йогуртов все рассказывают маркетологи, что нужен сторителлинг и драматургия. Что зритель прекрасно покупает йогурт, у которого есть история, который прошел тяжелый путь, и он ждет тебя на этой полке. Так это йогурт. Что говорить об игре, где проводит игрок часы, и ему должно быть интересно, он хочет рассказать, как было классно в этой игре, то есть у него должно быть ощущение, что он пережил огромный жизненный опыт. Потому что все фильмы, которые есть, это не просто просмотр контента, это попытка поймать, на режиссерском курсе, который я веду в Прожекторе, мы с режиссерами учим, что нам нужно поймать зрителя и взять его в наше внимание, чтобы он поверил в нашу историю. И вот эти даже короткие метры, там 5-7 минут, чтобы он приконнектился, чтобы он начал нам сопереживать. Если он перестал сопереживать, все, мы его потеряли. Потеряли и награду на фестивалях, но мы и зрителя потеряли, потому что самое главное – зритель, а не наше самовыражение. То же самое практически в игрострою, то же самое на рынке. С тем же йогуртом они пытаются на полке домахаться. Обрати на меня внимание. У нас больше преимуществ. В нашей индустрии, в анимационной, мы занимаемся только старителлингом. Это наш конек. Мы занимаемся анимацией, потому что у нас нет интерактива, у нас нет этих инструментов, чтобы зритель мог поклацать на кнопки и долго еще не интерфейс изучал. Он сел, посмотрел, пережил с нами историю. Кто-то поплакал, кто-то не поплакал. Потому что при правильном подходе меня удивило, когда мы на «Принцессе», я после просмотра разговариваю с мужчиной 35-40 лет, он умудрился там поплакать. Я спрашиваю, где? У нас нет там пауз. Мы все вырезали, потому что не было времени на производство. Мы должны были влезть в наш тайминг. Кто-то успел. Значит, что-то все-таки правильно заложили. И даже в короткое время самый сентиментальный успел всплакнуть между 17 погонями и драками. И это было не барышня. Для меня было бы это, чтобы правильно просто расстановкой акцентов ты даже в короткое время то, на чем работают, строятся рекламные ролики, 30, 15, 6 секунд, они хватают внимания, работая с психологией нашего зрителя. И один из способов изучения базовый, вот этот, это по сути, в школе мы учили конспектирование. Любой фильм можно законспектировать. Любую анимацию можно законспектировать. Вы берете видеоряд, вы берете синематик и для себя, себе в голову загружаете, какие кадры зачем шли, какие крупности и так далее. Вы не заметите, у меня это сложилось из-за того, что я это 15 лет занимался сторибордингом на рекламе, и я могу на любой рекламный ролик 30 секунд и предложить 5-6 вариантов, до 10 вариантов раскадровки. Через кого, в зависимости от кого мы рассказываем историю. Потому что все эти варианты, там около 1000 историков, грузились в мозг, и потом ты вынимаешь их, потому что они как в базе данных. Вот это способ загрузить свой мозг данными. Если вы хотите рассказывать истории достаточно профессионально, берете профессиональные материалы, режете и аккуратно конспектируете, закладываете. Вы изучаете крупности, вы изучаете силуэтность, вы изучаете композицию, базовые вещи, потому что вы как художник уже это понимаете, но наборы этих вещей у вас может еще не существовать. Вы смотрите, вот это работает классный ролик. Почему он работает? Вам могут рассказать в университете на курсах, если есть доступ. Но если вы доходите до верхней точки, там в основном никто ничего уже друг другу не рассказывает. Все свои разработки под NDA засунули, и фиг кто расскажет, как он отбился. Но материал это он докладывает. И вот это ваш способ изучить конкурента. Понять, что он делал там 5 лет под NDA, каким образом он доходил до этих. Понятно, все это прогнозы, все это допущение. Чем больше информации по Spiderman выложили, тем больше у нас появляется как в расследовании даты. Ага, вот здесь было вот так, вот тут они сделали вот это. Три версии ролика мы увидели и поняли, что третью они специально добавили юмор. Притом юмор специально, делая Майлса более таким веселым парнем, немножко неудачником. Почему? Аудитория расширяется. И это одна из причин. Если бы они сделали, как у Милга, изначально было все это драматично и грустно, они бы сделали классный артовый проект, но в кинотеатрах, я думаю, минус 50% аудитории. Они и так для такого экспериментального проекта не должны были окупиться. Обычно эксперименты не окупаются первые. Но они окупились, получили много наград и практически сразу второй, Spider-Man третий, я думаю, там шестой уже планируется, но это пока что пишет только креативный продюсер, о чем будет шестой. Или группа сценарная модерирует, какие варианты могут быть, в какой мир и с какого они когда пойдут, потому что они, по сути, делают, как и в Аватаре, из полнометражных фильмов сериал. Все понимают, что вселенные хорошо продаются, Звездные войны прекрасный пример, 70-х, и сюда поехали дальше, печатаем одну за другими. Все хотят на этом хорошо зарабатывать. Соответственно, конспектирование один из способов. Это конспект еще может быть совсем простой. Это оскар, оскароносная короткометражка про хеолав, про любовь волос. Очень драматичная, очень классная, тоже Соня сделала. Вот эти вещи кажутся очень просто. Но когда мы со студентами, я уже практически там пятый, третий курс старибордирования вместе там с анимацией пятый, шестой курс проходим, простое такое конспектирование реально помогает потом студентам находить ходы, находить варианты, как можно рассказать. Когда у тебя нет даты в голове, когда ты не рисовал никогда человека, ты его не можешь нарисовать. А когда ты сделал простой стариборд, ты всегда более сложный накидаешь. Почему? Все равно все начинается с эскиза, со структуры, драматургической. что ты должен первым показать, на что ты делаешь акцент, куда будет смотреть зритель, ты все это, когда рисуешь картинку, должен понимать. Следующий момент, это уже когда вы режете готовый материал. Вы можете это в монтажке делать, вы можете в любой программе другой. Мы делаем в анимационной программе, чтобы получить, тут не видно из-за разрешения, получить длительность кадров каждого. И вот тут кроется вообще интересно. Я не мог понять, как они так делают классно. Разрезал первые 20 минут спайдермена по кадре, по шотову. Но это много, это 800 шотов. Но там материалы для исследования вышеклишь. Ты начинаешь, такое ощущение, что ты садишься и становишься режиссером спайдермена. И ты начинаешь думать, ага, ты поставил вот тут такую склейку, почему? Вот тут у тебя пауза, длинный шот на 600 кадров, а потом раз, три кадра, 8 кадров, 13 кадров, что это за каша, что за винегрет? Но когда смотришь это в видеоряде, ты понимаешь, какой визуальный эффект это вызывает в своем мозгу. И ты фиксируешь этот визуальный эффект, ты понимаешь, что как зритель в этот момент расслабился, то есть зрителя заряжали, 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 как вот, знаете, когда продают, грузят, 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 надо дать выдохнуть, чтобы человек подумал, что это его решение. И в тот момент зарядили, зарядили, потом раз и выдохни здесь выдохни по успокойся сейчас будем грузить следующей порции если не дал выдохнуть потерял клиента пошел такой-то иди отсюда ты потерял зрителя зритель перегружены все ушел он уже пошел воды попить потому что у него мозг перегрузился мы неправильно поработали с мозгом и это все в принципе вот опять же про контент вот при еще один пример деконструкции там был тайминг здесь пример ссоре два раза сработало вот пример деконструкции цветового решения в руслане людмиле мы в конце только поняли что у нас фильм темный смотрим все пиксаровские диснеевские они светленькие приятные детские а у нас больше ночных эпизодов если ты имеешь опыт то уже на сценарии ты расставил просто время суток ты понимаешь у тебя ночное кино это все минус никакой радости для детей а у тебя три плюс сзади сидит и бабушки им драма как бы в жизни хватает и в этой ситуации ты когда вот эти вещи просматриваешь этот супер семейки конспект цветовой и сразу видно что это экшен-фильм почему контраст огромный по цветам высочайшая силуэтность очень похожий у спайдермена только еще ярче силуэтность та же самая очень жесткая но при этом вот эта история сразу понятно что художник-постановщик полностью привязывал к истории цветовое и визуальное решение он это делал не потому что он любит так картинки рисовать он это делал не потому что он по-другому не умеет он может сделать по-разному но он понимал что такая художе такая художественная составляющая усилит историю про супергероев если у нас форс если у нас какие-то очень мощный экшен то соответственно визуальное решение должно поддерживать и работать на эту тему если сделать тут пастельные тона и свинку пепу по цвету ну посчитай что потеряли кино хотя как свинка пепа стоит 3 миллиарда но не мэтчатся темы то есть когда они принимали решение на креативе в начале только рисовали первый колор скрипт они понимали что вот это стыкуется возможно какой-то художник даже типа свинке пепе колор скрипт притащил это сейчас модно продали за 3 миллиарда посмотрели да не ну серьезно это не работает и вот эти вещи тогда вы понимаете когда будут нарисуете себе большую-большую можно в миру это сделать я видел у нас студенты в миру пытались вот такие вот для себя огромнейшие таблицы делать из всего что где нашли когда собирают свою историю и с помощью референсов это хорошая тема можно в этой ситуации раскладывать вот то же самое можно сделать год за годом проанализировать что делала студия потому что здесь я не рисовал более детальные такие вещи потому что это применимо на всех процессах это могут делать маркетологи по маркетингу пытаясь понять но опять же используя свою дату то есть мы берем дату которую мы можем получить хорошо если они в орган прогресс выкладывают или же потом выкладывают рабочие материалы раньше этого не было каждый выкладывал только свое сейчас они это используют как маркетинговые материалы но для конкурентов это прекрасная возможность это просто идеально я понимаю чему их учат в студиях и какие решения принимает пиксар когда выпускает там душу а потом выпускает кто помнить название вылетела про мальчика который превращался и теандра последний луком луком почему от пиксара лука почему после души они понимают что уже в принципе дизайн который они отработали истории которые отработали прошло время и они ухватывают тренд и идут дальше и планируют следующее и дисней также сама понимает он обкатал принцесс под самое уже просто их море когда говорили чтобы можно сделать оригинальную принцессу невозможно посмотрите ральф против интернета когда их всех собрали в одной комнате их слишком много там рандом уже все дальше можно только не знаю уже только племя племяши получаются такие вот если их сметчи то они будут немножко отличаться но они очень много вариантов уже создать новый дизайн лица женского прям страшную можно сделать тогда она будет другая но люди не полюбят проблема другого продать это тяжело потом так же само вы смотрите все материалы которые у вас есть если вы занимаетесь персонажкой вы смотрите все материалы которые есть по персонажам и задаете вопрос какой был первый эскиз какой путь они прошли от чего они отказались почему отказались какие были возможно просто от визионерство это способ моделировать ситуации которые возможно были а возможно не были и я заметил что чаще всего у людей одинаковая логика и вы попадете даже вплоть до того какие конфликты были между ними о чем они спорили и что отвалилась а почему отвалилась по спайдермену это можно заметно замечать вы потихоньку привыкаете и становитесь как будто частью команды конкурента они работают а вы наблюдаете и в тогда вы получаете очень четко на рынке начинаете видеть где они бегут и где пустое место тот кто никто не занял а вам ты просто вы туда станете и вы будете уже особенными это способ мартиза партизанского маркетинга если у вас нет денег чтобы бежать первым или нет таких людей чтобы сорвать команду чтобы бежать первым но это один из способов для украины для меня в этой ситуации с трагедия находить те моменты которые не заполнены то те двери которые еще не открыли почему там может быть дешево то есть доступно реализовать и при этом это может быть может стать первым ты можешь стать лидером дополнительной дорожки оказывается что она есть не обязательно бежать с толпой и это один из способов сделать что-то оригинальное и недорого чтобы в этой ситуации сыграть на опережение об этом была лекция когда о микшировании стилей потому что я говорил о том что в игрострое пока что в анимации это уже съеденная тема она была съедена в 2005 году сериалом великолепный мир гамбла но в игрострое пока что эту тему никто не съел она дорогая но кто сделает это тот будет оригинален сейчас игр много контента как и анимации и оригинальный контент может выстреливать просто потому что он один такой это сделал аркейн было бы много текстурных таких все фильмов с такой историей ну вышел еще один сериал вышел и стрельнул сразу та же самая тема для художников локации обычно же в концепт рисуется ну вот так вот ну может быть если город то вот так вот вот это зачем вот такой вот вид сверху обычно никто его не рисует так никто концепте так не стартует пытаются общие планы нарисовать чтобы понять какой какой мир если у вас спайдермен то вы вот с этой точки постоянно видите весь ваш мир и вам нужно понять как вы там будете жить то есть учитывая вот эти вещи вы начинаете понимать что не всегда концепт может быть такой как обычно я концептчук можно зайти с другой стороны можно попробовать продать другую ракурсность можно попробовать продать другую дикую перспективу вы заметили что спайдермене перспектива базовая просто на зрителя эффект влияния влияет этот имеет от гипер об этот масштабных таких общих планов до очень близких перспектив когда просто проезжает метро практически через касаясь твоего лица или машины прям возле возле камеры вот так вот с текстурой когда-то трутся нету этого у диснея нету этого у пиксара в результате визуально вы на коне вы абсолютно в их не в их не на всех дорожках вы бежите по своей дорожке и вас очень хорошо видно и любимый этот по некоторым моментам они переклик переплюнули 9 от sony спидерменом но только по некоторым если говорить о сильном прорыве я в я бы говорил был о спайдермене потому что там это такое ощущение что большой учебник по тому как можно выпендриться и это круто сделать просто невероятно круто но вот этот хороший пример потому что он свежий потому что еще ощущение от него от того как воздействует этот сериал имеется и это практически вот отличный пример то как европа и америка привыкают ко взрослому анимационному контенту насколько это может хорошо заходить аудитории то что по секрету говоря японцы делают уже лет много десятков и это не ново я практически могу гарантировать что американцы это сделали смотря на дальний восток почему бы что я знаю что например французская это делали французы там французские фамилии выше крыши я знаю что в габелине они специально принимают привозят мастеров из японии которые преподают именно их стилистику анимации они другие они там развивали свое направление и ушли немножко в сторону они все жанры используют у них есть все практически направления которые есть кино и это все обкатано в анимации многими фильмами полнометражками и сериалами и у них уже эти исследования прошли на уровне рынка на уровне зрителя на уровне кто лучше есть десятка лучших полнометражек из них выбирают лучшего в стране даже вот такой американцы наверно всем позволить могут такой объемы они это делают на своем рынке и те же самые французы берут студентов и на стажировочку японию чтобы понять как чем мыслят потому что в его во франции в этой ситуации доминирует их экспериментальная часть и опять же диснеевский какой-то в мире это имеет очень сильное влияние коммерческая анимация диснеевская с идеальными эротиками потому что если мы берем например о мавке то у нас доколупывается к угол курта чтобы он по арочке ходил кто это знает поймет меня чтобы у него было все мягенько каждый в этой ситуации контрол делал красивый диснеевский захлест или красивый диснеевскую арку японцы берут зрителя другими способами и берут не менее эффективно но это можно только если хорошо если есть возможность поехать и поучиться в японии но я говорю о том что вы сидя сидя в украине имея материалы можно попробовать это для себя исследовать и развить эту тему максимально насколько это возможно если возможно здесь есть продюсеры студии кто кому интересна сама тема анимации и хотите в анимации услужить я готов в этой ситуации помочь потому что вот на в летом я говорил о предлагал эти услуги как консультанта мы с walkie games начали сотрудничать если вас вам интересно я могу в этой ситуации помочь проконсультировать что можно как отстроиться потому что в анимации вариаций там мы рядышком друг с другом у нас 4000 то и больше проектов в год и каждый пытается отстроиться визуалом анимационной стилистикой старитейлингом выпендрежем режиссера или там еще чем-то или видением продюсера потому что очень тесно в игровой индустрии то же самое и анимация это один из способов стать особенным попробовать отстроиться в каком-то направлении на этом наверное все если у вас есть вопросы пожалуйста если есть время есть чуть-чуть или уже нету спасибо и большое да есть время для вопросов поэтому поднимаем ручки кто хочет задать вопрос какой-то уточняющий так пока не вижу много окей с вами ли вы один пытаетесь стянуть на себе все это потому что кроме мавки вот я не видел подобных проектов и второе не кажется ли вам на мой взгляд что вы догоняете в игровой индустрии догонять это не всегда круто деконстракция классно и все-таки геймплеев не так много и они все у нас повторяются и мы просто пытаемся сделать их круче чем они есть вот слушая вас я не услышал а что вы мы выносим туда вот в анимации то есть с вашей стороны вы это все делаете классно но почему например вы не рискуете в таком духе как тот же спайдермен например почему в украине не появляются сериалы типа аркейн почему вы упустили такую важную роль как маркетинг брендинг крутое продюсирование идейное вдохновение и то как это преподносят не только стилистика и анимация огромное спасибо за вопрос это вот то что вы перечислили к сожалению я не продюсер мавки я только отвечаю и то отчасти за креативную часть все это потому что это продюсерский проект то есть там где я продюсер я по ним беру ответственность на себя имеете условия которые есть вот чего чего а маркетинговый мавки хоть отбавляй в этой ситуации начался раньше чем начался проект сам и результат в принципе здесь не факт шутили что кино не обязательно должно выходить оно уже везде то есть бренд уже везде работает живет но кино выйдет выйдет лучше чем то что выходило до этого я сто процентов это вижу понимаю что опять же вот то почему выбирается что сделали по сути линейка принцесса мила мавка и и рак салана это три украинские принцессы тема как бы уже обкатанная диснеем вопрос том что украинских нет в этой ситуации получается у нас украинского контента пока что нет вообще его нужно сформулировать если игра строй возможно это только интертеймент то анимация это наследие которое будет передаваться десятилетиями и это будет смотреть дети в течение 20-30 лет будут у меня дети смотрят раннего диснея и в этой ситуации дети будут смотреть это я это ну можем можем поспорить потому что контент все равно маленькие дети они смотрят у меня трое и они все отсмотрели практически всего там самый крутой маули в этой ситуации и аладдин а это 50 лет назад я знаю а4 владыники принцесса диана и клиповое мышление детей я не уверен я просто занимаюсь детским контентом да и очень глубоко изучающий систему детей поэтому я не соглашусь то есть потому что в какой-то момент работать союзмультфильмом стало невыгодно потому что извините меня взять диснеевского винни-пуха и например союзмультфильмовского по нашу анимацию по цвета колористик но это невозможно советскую анимацию мне сложно обсуждать это отдельная большая тема но она такая очень вы же постоянно делаете новый контент да вопрос в том что здесь я не принимаю решения риски то есть рисковать на тему шестью миллионами там на какой-то теме пока что это не моя юрисдикция окей самый главный вопрос почему только на украину нет не только на украину мавка как раз и видоизменилась потому что она должна быть международной но тут вопрос матчинга вот реально здесь одна из самых больших вопросов в игре строя проще потому что чаще всего проекты сразу на международку направлены у нас же из кино в этой ситуации выходят продюсеры у нас в анимации специалистов три тысячи и это очень мало если даже я захочу аркейн сделать если я его даст бог напишу в украине я поеду его делать другую страну потому что здесь его сделать не кем я преподаю уже течение трех лет я воспитал где-то около двухсот специалистов курсы по два курса параллельных идут у меня нет выходных но я не успеваю воспитать такое количество специалистов поэтому я приглашаю кто хочет из гейминдустрии в анимацию пожалуйста тут реально людей не хватает жестоко в основном ханки от наших то есть у нас с с принцессы всех супервайзеров только раз после премьеры и в гейминдустрию мы не смогли ничего остановить этот процесс какие у вас сейчас есть активные курсы которые вы ведете 2d анимация как базовое понимание вообще процесса анимации потому что там я преподаю сразу три школы не просто анимацию а японскую французскую и американскую потом 2d старибардирование это переходный в режиссуру и режиссерский курс это год люди выходят со своим фильмом это в принципе это единственный момент то что есть двухгодичное образование которое может дать университетское понимание то есть тогда человек который рисует фанат будет понимать зачем он это делает а не просто картинки вот эта ситуация почему мы не можем сделать аркейн у нас пока что большинство специалистов рисует персонажа потому что персонаж красивый фана потому что такая краска картинка красивая они не понимают как это работает на историю и ты в проекте должен постоянно заниматься образованием к сожалению теоретиков у нас нет те которые были раньше преподавали в карпенко карова они больше преподавали авторскую анимацию где режиссер бог и он так видит даже если он ничего не умеет а международный рынок он беспощаден сделал плохо ну не интересно просто никто это даже не в украине может не посмотреть даже если ты сильно веришь в себя здесь же опять я стараюсь когда мы работаем смотрите на аудиторию смотрите на зрителя посадите себе на стульях себе индуса африканца посадить посадите канадца посадите из южной америки кого-то европейца и попробуйте вот им рассказать свою историю и вы сразу поймете кому не интересно что китайцу советский ковер вообще не интересно или африканцу а кому-то сможет ой как смешно видел мы нарисовали там советский ковер никто не знает об этом переговорите о том что интересно всем в игростроя это уже вот ну в основном здесь вот как раз но есть моменты которые вот я беру стараюсь брать из кино в анимацию интересные решения опыт уже консультирования понимаю что итак у вас в проектах очень большое количество задач кроме анимации анимация на порядок меньше задача относительно анимационного индустрии потому что там это большой кусок производства и в эту тему ну не особо в нее вникают и на последней конференции мы спорили о том что на спайне нельзя сделать акцентную анимацию но это не так совсем не так это то же самое говорит что японская анимация это плохая диснеевская это из-за нехватки просто знания спасибо большое давайте поблагодарим олег за прекрасный доклад спасибо большое спасибо большое